Здравствуйте! Передел на хлебном рынке Перми. Покровский хлеб поглотил компанию «Первый хлеб». Как сообщает коммерсант Приками, на рынке Пермского пищепрома состоялась знаковая сделка. Открытое акционерное общество «Покровский хлеб», занимающее почти 30% регионального рынка, приобрело своего прямого конкурента – компанию «Первый хлеб». По данным Spark Interfax, 9 января 2018 года производственное объединение «Первый хлеб», которым и ранее владел депутат Краевого ЗАГС Собрания Юрий Борисовец, сменило собственника. В результате «Покровский хлеб» получил 45% хлебного рынка края. Впрочем, по мнению других производителей хлеба, к серьезным изменениям на рынке сделка не приведет. «Покровский хлеб» и без этого очень серьезный игрок. Украденные и нелегально ввезенные в Россию смартфоны будут внесены в черный список и заблокированы. Ассоциация компаний интернет-торговли разработала концепцию регулирования мобильных устройств в стране. Авторы идеи предлагают создать единую базу телефонов и планшетов и отслеживать гаджеты по индивидуальному номеру мобильного устройства – e-mail. Выявленные ворованные телефоны также контрабанду блокировать. Для этого покупатели хотят обязательно регистрировать смартфоны. При этом ввести за границей можно будет не более одного устройства в год. За второй придется заплатить 20 долларов, за каждый последующий – 30. Вопрос серого ввоза актуален в большей степени для китайских марок. По оценке экспертов, по некоторым брендам он может достигать 50%. В 2018 году банки спишут безнадежных долгов на 60 миллиардов рублей. Об этом пишут известия со ссылкой на исследование Национального центра банкротств. По данным компании, число россиян, подавших заявление на списание кредитов, за два года превысило 87 тысяч. Только за последний год количество несостоятельных заемщиков увеличилось вдвое. А к 2020 году армия потенциальных банкротов способна вырасти в пять раз, предупреждают аналитики. Напомню, закон о несостоятельности физлиц заработал с 1 октября 2015 года. Заемщик может объявить себя банкротом через суд, если не способен исполнить кредитные обязательства на сумму от 500 тысяч рублей и более. Чтобы предотвратить нарастание долговой нагрузки, в Госдуме готовы предложить законодательно ограничить сумму штрафов и пений, начисляемых банками за просрочку. Электронные сигареты готовы приравнять к обычным. Соответствующий законопроект разработало Министерство промышленности и торговли. Минпромторг предлагает запретить продажу такой продукции несовершеннолетним, а также запретить использование электронных сигарет в публичных местах. В образовательных и медицинских учреждениях, зданиях органов власти, на спортивных и культурных объектах, в самолетах, электричках, всех видов общественного транспорта, на детских площадках, в лифтах домов. При этом в ресторанах, кафе, гостиницах, аэропортах и поездах дальнего следования дымить не возбраняется. В офисах же пользоваться вейпами можно будет только с разрешения работодателей при наличии вентиляции в помещении. Закон может вступить в силу в январе 2019 года. Курсы валют на 31 января. Доллар 56 рублей 29 копеек. Евро 69 рублей 54 копейки. На этом у меня все. Удачи в делах.